Всем привет! С вами Наталья на своем канале Сад и Огород Круглый Год. Сегодня у меня посев очень интересного цветка, который все любят и которые все дачники или же владельцы частных домов на лето пытаются приобрести. То ли они сеют, то ли они покупают, но питунья есть, наверное, в каждом доме. Итак, сегодня я сею комплементунья. Это новая серия фирмы Аэлита. Ну и вообще благодаря фирме Аэлиты у меня есть вот такое вот огромное количество разнообразия разных питуней. Очень красивые пакеты, яркие. Ну а посею и, как говорится, дождемся лето, будем смотреть, насколько это соответствует действительности. Сеять, ну как я сказала, у меня их много. Сеять я буду в торфяные таблетки. Ну, во-первых, это лучше. Лучше, когда они растут, начинают произрастать в торфяных таблетках. Плюс я это делаю еще и по экономии. Почему? Я буду в одну таблеточку высевать по 4 штучки. То есть каждого сорта у меня будет по 4 штучки. Поэтому выгодно мне именно в торфяные таблеточки. Ну, что я сейчас буду делать? Это заливать торфяные таблетки водой. Ну и потом дальше. Я залила таблетки торфяные. И посмотрите, вот так вот они поднялись. Немножечко есть еще вода. Но я подожду. Если не впитается вся вода, значит я ее сливаю. То есть вот, чтобы там много воды, нельзя оставлять. Просто каждый раз мы будем подливать водички, чтобы они питались. Но хочу вам показать. Посмотрите, вот это вот я купила, как говорится, сегодня эти таблетки свеженькие. А эти у меня остались с прошлого года. Ну, они вообще разные на вид. То есть по-разному. Так вот эти вот еще не набухли. То есть они вот дольше. То есть сказать сколько набухают я не могу, потому что каждая таблеточка по-своему. То есть вот эти вот за 6-7 минут, а эти, наверное, все 15 будут. Но что я сейчас буду делать? Дело в том, что таблетка вообще рассчитана на одно семечко, да, чтобы мы там не сеяли. Но так как питунья у меня мелкая, ну, из мелких семян. И, как я сказала, я хочу сэкономить. Я в одну таблетку буду сеять 4 штучки. Именно для того, чтобы вначале, чтобы она взошла, питунья, ростки. И некоторое время недолго я пожила. А потом буду пересаживать в землю с небольшим комом именно этого торфяной таблетки. Но для этого мне нужно раскрыть. Видите, вот если бы одна семечка, я бы так вот посередине посеяла бы и все. А так мне нужно освободить площадь для того, чтобы в разных местах посеять. Итак, сейчас я буду раскрывать свои таблетки. Ну вот, я сделала такое вот обрезание на своих таблеточек. То есть освободила больше поверхности, чтобы было. И буду сеять. Первое я буду сеять комплиментуни. Что можно сказать? Написано, конечно, очень хорошая характеристика именно комплиментуни. Это низкорослая, но она с обильным-обильным цветением. Что еще сказано? Что это эксклюзивный гибрид с крупными цветками и суперобильным цветением. Благодаря наличию гена мужской стерильности семян не завязывает. Ну, в общем, вот такое вот. А форма растений густовая со склонностью к трейлингу. Трейлинг это ширина больше, чем высота. Вот такие вот комплиментуни у меня будут. То есть они образуют вот такой вот шар большой. Ну что ж, буду сеять. В каждом пакетике находится по 10 семян. Они вот такой вот у нас ампулки. Сейчас достаю и высеваю. Питунья сеется поверхностно. То есть вот таким вот образом я ее положила просто сверху. Ну, а потом то ли ложечкой, то ли чем, просто придавливаю. Так, чтобы было видно. Вот, придавила. Опять придавила. И вот так вот просто придавила. И так я поступлю со всеми. То есть вот первую питуньку я посеяла. Сейчас то же самое будет со всеми. Ну что ж, все питунички я уже посеяла. Посмотрите. Ну, я сделала один минус. Вот когда снимала, я просто забыла подписать. Ну, вы знаете, в общем, даже не расстроилась. Будет интереснее искать, где какой сорт и действительно соответствует или нет. Единственное, что вот где ампельные, видите, я вот такие вот спичечки воткнула, чтобы знать, что это свисающие. То есть их надо в другие вазоны потом высаживать. Вот такие вот я меточки себе сделала. Ну, а остальные будем сравнивать с пакетами. Насколько они соответствуют действительности. Ну, когда лучше посеять питуни? Сегодня у нас 4 марта. И я их сею. Можно, и я их сеяла, и в конце января, в феврале. Но, вы знаете, тяжело идут. То есть очень долго они. А вот когда в начале марта, они быстрее, все-таки солнышко светит. Плюс у меня уже есть фитолампы, поэтому надеюсь, что процесс пойдет быстрее. Конечно, те, которые занимаются производством, они сеют в январе месяце. Им надо на продажу дать хорошие уже кусты. Ну, а мы, любители, я считаю, что все-таки начало марта самый лучший срок для посева питуни. Теперь, когда я уже все посеяла, что нам нужно делать? Ну, во-первых, каждый день следить за влажностью, чтобы, не дай бог, не появилась где-то плесень. А на таблетках некачественных это очень легко и просто. Плюс, значит, я укрываю сейчас вот таким вот образом. И они у меня вот в таком вот парничке на окошко, на светлое место, на свету произрастает питуния. Как только появляется, значит, я приоткрываю. Это буквально 3-4 дня должно пройти, если хорошие семена. И каждый день слежу за влажностью и опрыскиваю мои растишки. То есть, ну, с питуниями нужно поиграться, конечно, чтобы получился хороший результат. Ну что ж, вот такие вот удивительные цветы. Посмотрите, какие красивые раскраски фирмы Аэлита я посеяла. Вот это вот ампельные у меня, вот эти вот многоцветковые цветные, ну и новые серии, как я сказала, комплиментуния. Что ж, будем ждать сходов и будем ждать красивого цветения питунии. С вами была Наталья. Ставим лайк. Всем до встречи!